Казахстан и Узбекистан В Астане прошел первый республиканский форум молодых лидеров здравоохранения. На диалоговой площадке обсуждали перспективы цифрового здравоохранения и многое другое. Полицейским обвиняемым в избиении подозреваемого в ходе расследования вынесен приговор в АТРАУ. Пять бывших стражей порядка приговорены к лишению свободы, лишены званий и должны выплатить моральную компенсацию. Мегапроект. Казахстан и Узбекистан свяжут новая железная дорога. В Туркестанской области началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза-Макта-Арал. Это свяжут отдаленные районы с основной территорией республики. Официальный старт в режиме телемоста дал премьер-министр. Крупный проект реализуется по поручению президента, и он станет связующим звеном в дружеских и взаимовыгодных отношениях Казахстана и Узбекистана. О том, какие перспективы открываются благодаря железной дороге, расскажет наш корреспондент. Протяженность новой железной дороги Дарбаза-Макта-Арал в 152 километра задействует 3400 строителей, еще новая тысяча рабочих мест и 9 станций. Доля казахстанского содержания в проекте будет 85%. Эта железная дорога даст прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с этих районов в Казахстан. Потому что сейчас они проходят вынужденные две границы – с Казахстаном в Узбекистан, потом обратно с Узбекистана в Казахстан. Вагон оборот небольшой, и это сказывается и на развитии предприятий этого района. После строительства, мы думаем, будет большое развитие этих районов. И самое главное – увеличится транзитный потенциал Казахстана. А все для того, чтобы грузы, которые идут в Таджикистан, Афганистан, Иран и на запад Узбекистана, быстрее проходили благодаря этой линии. А после соединения с узбекскими железными дорогами грузопоток вырастет. Ну и второй эффект – это то, что ослабится напряжение у нас на участке Сарагаш-Ташкент. Этот стык не рассчитан на такой грузопоток. Очень высокий уровень строительства и высокое значение отмечают ветераны железной дороги. Они приехали на церемонии и особо поддерживают почетные работники отрасли создания новых рабочих мест. Дарбаза Макта-Арал – это большое строительство, будет перевозить ещё больше транзитных грузов. И имеет очень высокое стратегическое значение. Открывается новый трансграничный пункт – это 9 больших мостов и 13 путепроводов. Ну и, как отметил премьер, железные дороги являются стальными артериями, которые обеспечивают развитие экономической и социальной сферы нашего государства. В прошлом году был перевезён максимальный за 30 лет независимости Казахстана объём грузов, который составил свыше 245 миллиардов тонн на километров. Высокий темп сохраняется и в текущем году. До конца года объём перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 миллиона тонн, что на 16% выше уровня прошлого года. Основной транзит будет проходить в ускоренном режиме. Обсуждается ещё возведение линии через Пакистан в Индию. И это большой задел на будущее. За два с половиной года планируют завершить строительство. И грузооборот будет на уровне 10-14 миллионов тонн до 2030 года. В будущем возможен рост до 25 миллионов тонн. Вульнару Марвах, Медиар Ильясов, ТДК-42. Современные технологии и лидеры будущего. В Истане прошёл первый республиканский форум молодых лидеров здравоохранения, стимулирования инноваций. На диалоговой площадке обсуждали перспективы цифрового здравоохранения, инновации в медицинском образовании и многое другое. Приняли участие в форуме представители ВОЗ и Минздрава. Все подробности в сюжете. Секрет изменений – направить всю свою энергию не на борьбу со старым, а на создание нового. Если кто и поведёт медицину в перспективное будущее, так это молодые специалисты и лидеры, уверенные эксперты. Недостатка в них нет. Это можно заметить по форуму, который проходил в Истане при поддержке Минздрава представителей ВОЗ на базе Медицинского университета Астаны. Создание ассоциации молодых лидеров здравоохранения – это знаковое событие. А вот почему, рассказал вице-министр Дудник. Потому что мы организуем площадку, где вы, молодые, будете встречаться, обмениваться мнениями, обмениваться своими предложениями. Наступит время, когда вы будете не только лечить пациентов, делать операции сложные, ставить сложные диагнозы, но вы будете работать сразу организаторами. Кто-то из вас будет работать заведующим отделением, а кто-то очень быстро станет главными врачами района больницы. Молодые врачи и студенты – это основная аудитория на форуме. И, как отметили спикеры, доля населения в возрасте до 30 лет в Казахстане является одной из самых высоких в европейском регионе ВОЗ. А молодежь представители организации призвали активно обсуждать проблемы и находить современные решения. «Для меня большая честь и привилегия быть здесь сегодня среди выдающихся студентов и будущих лидеров общественного здравоохранения. Вы играете ключевую роль в развитии науки и спасении жизней. Ваши учебы и стремления к совершенству станут основой для этого». Так что современная медицина – это не только традиционные методы лечения, но и применение инноваций, лидерства и грамотное управление. Но чтобы молодым лидерам и будущим медикам было где работать, а населению было где лечиться, необходим ввод новых медицинских объектов в первую очередь в сельской местности. Об этом говорили в правительстве. А нацпроект модернизации сельского здравоохранения предусматривает модернизацию 32 многопрофильных центральных районных больниц с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации, реабилитации, а также оснащения современным оборудованием. «Реализация проекта на контроле правительства, а министру и Акимам регионов нужно активизировать работу в этом направлении», сказал Смаилов. Гульнару Марвах, Медер Ильясов, ТДК-42. Прогремевшие на всю страну актюбинские детсады закрыли. После широкого общественного резонанса чиновники расторгли договор с частной организацией и отказались размещать госзаказ. Лейла Уесова следит за ситуацией вокруг дошкольного учреждения. Сразу после скандала учредитель дошкольного учреждения решил его закрыть. В Акимате сообщили, что помогут распределить детей в другие государственные садики. Напомним, на прошлой неделе частный детский сад в центре Актюбе прогремел на всю страну, после того, как родители сделали громкое заявление. Мамы сообщили, что детей там избивают. Они показали журналистам и полицейским фото синяков и ссадин на теле малышей. Кроме того, одной из мам удалось пробраться в здание детсада во время тихого часа и заснять доказательства на видео. На кадрах видно, как двухлетние малыши в футболках и подгузниках спят прямо на полу, а один ребёнок лежит в холле среди разбросанных вещей. После всего увиденного родители написали коллективное заявление в полицию. Стражи порядка уже начали расследование. Своё заключение должны озвучить и санитарные врачи. Частный детский сад Амир с сегодняшнего дня не работает. Сам учредитель заявил о решении закрыть учреждение. И 70 детей, которые до этого посещали садик, по госзаказу по согласию родители будут переведены в другие дошкольные учреждения города. По словам чиновников, в регионе насчитывается порядка 600 дошкольных организаций. Из них 385 – это государственные детсады и мини-центры. В рамках госзаказа детей принимают и больше 200 частных садиков. Их посещают сегодня 18 тысяч малышей. Один человек погиб, по троих госпитализировали после аварии в Актюбинской области. Смертельное ДТП произошло на 225-м километре трассы Шубар-Куду-Куил-Кобда-Тустубе. Водитель автомобиля Рено Дастер не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. К счастью, столкновение с другим автотранспортным средством удалось избежать. Но иномарка слетела с трассы и опрокинулась. В результате ДТП машина перевернулась. Четырех пострадавших доставили в центральную районную больницу. Позже один пассажир скончался от полученных тяжелых телесных повреждений. Все пострадавшие и погибшие – жители Уиллского района. В Уральске озвучены подробности трагедии, произошедшей 26 ноября возле дома номер 236 на проспекте Назарбаева. Здесь на женщину упал кирпич, она скончалась. Инициировано уголовное дело по данному случаю. По словам исполняющего обязанности начальника Абайского отдела полиции Аслана Айтмуханова, этот инцидент не первый. Ранее уже фиксировали падение кирпичей со зданий. Совместно с председателем кооператива собственников квартир была проведена проверка состояния дома, в ходе которой выявлено, что на крыше скопилось большое количество отваливающихся кирпичей. Председатель КСК отметил, что жилье испытывает износы и требует капитального ремонта. Полицейские уточнили, что дополнительные меры в отношении деятельности КСК будут приняты в ходе следственного процесса. Настоящие проведения проводят следственные действия. Назначены экспертизы. Как-то на крыше дома были обнаружены кирпичи, много, которые один из них упали. Дом построен в 1962-1963 годах. После этого, как поясняет нам председатель КСК, капитального ремонта не было. В АТРАУ вынесен приговор по делу пятерых полицейских. Им предъявлено обвинение в избиении подозреваемого в ходе расследования. Возраст осужденных от 22 до 29 лет. Каждый из них лишен свободы и обязан выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 500 тысяч тенге. Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на протяжении трех лет. Обвинение в избиении подозреваемого в ходе расследования предъявлено пятерым полицейским. В АТРАУ судья городского суда номер два вынес приговор. Согласно решению суда, трое подозреваемых были приговорены к четырем годам лишения свободы. Остальные – к трем годам. Согласно части первой статьи 49-й уголовного кодекса, Айтпаев лишается звания капитана полиции, Жунбаев – лейтенанта полиции, Мажитов – старшего лейтенанта полиции, Сидуатов – лейтенанта полиции, Тулеушев – младшего сержанта полиции. В качестве места отбывания наказания назначено учреждение средней безопасности. Срок отбывания начинается с 23 ноября 2023 года. Приговор вступит в законную силу через 15 дней после оглашения. Сторона защиты высказала намерение подать апелляционную жалобу. Согласно их заявлению, суд не учёл факт, что гражданин, подавший заявление в ходе судебного процесса, шесть раз менял показания. Первая проведённая по делу экспертиза была доказана в суде с нарушением всех возможных требований закона. Также было установлено, что присутствующие эксперты Западно-казахстанского судебно-экспертного института самостоятельно сформировали комиссию, провели экспертизу, и решение о проведении экспертизы было принято через два дня. Кроме того, ни одна из видеозаписей не содержит документированного акта избиений. Доступна только видеозапись с камерой коридора, на которой неясно, кто участвует в избиении. Хочу также подчеркнуть, что показания потерпевшего менялись в ходе расследования шесть раз. В одном случае он утверждает, что участвовали три человека, в другом – четыре. Уголовное дело в отношении пятерых отраусских полицейских началось летом этого года. К моменту начала судебного процесса четыре полицейских были уволены, а один уволился по собственному желанию. Амина Махсотова, Айбек Куандыков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ. Жительница Уральска вовлекла несовершеннолетнюю в занятие проституцией. Об этом на брифинге в МВД сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмуганбетов. По версии следствия, 35-летняя жительница Уральска в течение трех месяцев обманом вовлекла в проституцию студентку 2006 года рождения. По данным министерства, она сводила ее с клиентами на съемных квартирах. Подозреваемая размещала ее данные на интернет-ресурсах с объявлениями об оказании интимных услуг. Теперь ей грозит 12 лет лишения свободы. Несовершеннолетнюю передали родственникам. Вес доход присваивала себе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией. Потерпевшее передано родственникам. Два уголовных дела рассматриваются за незаконное рыболовство в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщают в Акжаикской рыбной инспекции. С начала текущего года рыбинспекторами было вскрыто 328 материалов. 11 из них направлены в суд. Также было проведено 199 рейдовых мероприятий. С 19 октября по 20 ноября текущего года с целью выявления нарушений в области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Было наложено штраф на 5 миллионов 66 тысяч 115 тенге на 257 человек. Взыскано 4 миллиона 469 тысяч 265 тенге с 239 человек. За это время было изъято 260 сетей и 8 лодок. По суду было наложено 3 иска на сумму 109 тысяч 303 тысяч тенге. В Западно-Казахстанской области 26 иностранцев выдворили за пределы Республики Казахстан. Граждане других стран пытались незаконно пересечь госграницу в обход пропускного пункта. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что нарушителями оказались граждане из Узбекистана, Таджикистана, Российской Федерации, а также среди них находились жители Йеменской республики и граждане Сирии. По данному факту, все иностранцы привлечены к административной ответственности по статье 514, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и решением районного суда Борлинского района Западно-Казахстанской области в отношении задержанных наложено наказание в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан. В центре внешкольной работы Уральска прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню детей. Тема праздника – казахские национальные традиции. Учащиеся ЦВР, дети разных этносов соревновались между собой, кто лучше представит и объяснит историю казахских национальных традиций. Воспитанники внешкольного учреждения смогли полностью погрузиться в историю народного творчества. Дети в национальных костюмах исполняли казахские народные песни и играли в национальные игры. Как и у каждого народа, у казахов есть множество национальных игр. Одной из особенностей которых является проверка на силу и уносливость. Чаще всего такие игры имели состязательный характер. Сегодня дети, представители разных этносов, смогли окунуться в эту атмосферу. Теперь мы планируем провести такое мероприятие в более крупном масштабе, на городском уровне. Русский драматический театр имени Островского проводит 165-й сезон и отмечает 200-летие со дня рождения великого драматурга. В рамках празднования этих важных дат в областном театре состоялась премьера нового спектакля «Беспреданница». «Беспреданница» в произведении Островска – история, знакомая всем. Даже те, кто не ступал на театральные подмостки, не обошел вниманием жестокий роман с Рязанова. Однако в этом сезоне зрители получили уникальную возможность заглянуть на знакомую сюжетную линию совершенно иным образом. Хочу отметить, что спектакль «Беспреданница» у нас в последний раз шел в 1952 году. То есть большой отрезок временной разделяет нас от той премьеры 1952 года. Какой она была, в общем, мы-то уже не знаем. Но какая будет эта премьера, буквально через несколько часов узнает наш зритель и выйдет со своим ощущением. Но все знают, конечно, известный фильм «Ильдара Рязанова. Жестокий романс». Но я сразу говорю, что это совершенно будет другая. Это будет та история, но рассказана совершенно по-другому. Как признаются актеры, возвращение на театральную сцену этой пьесы было волнительным. Театр и кино воспринимаются совсем по-разному. Вот у нас родился очередной спектакль по Островскому. Я всегда очень люблю играть в пьесах Островского, потому что в них есть глубина, в них есть смысл, заложенный автором, который через века передается уже не одному поколению. Конечно, было страшно приступать именно к этому спектаклю. Все знают фильм «Жестокий романс», все идут сравнивать, все помнят, как Михалков играл. В этом сезоне русский драматический театр в Уральске обещает еще множество сюрпризов и неожиданных открытий, продолжая радовать свою верную публику и удивлять новых зрителей. В Уральске прошло торжественное открытие бизнес-школы «Баскар». Здесь детей от 7 до 17 лет будут обучать финансовой грамотности, креативному мышлению, лидерству и психологии. Наши корреспонденты побывали на открытии. Финансовая грамотность, лидерство, ораторское искусство, психология и общение с людьми – это одни из главных навыков в жизни человека, которым, к сожалению, не учат в общебразовательных школах. С целью помочь вашим детям реализовать свой потенциал и развить семейный бизнес, в Уральске открылась первая уникальная и единственная бизнес-школа «Баскар». Есть четыре основных предмета, которые будут преподаваться в нашей школе. Финансовая грамотность, лидерство, креативное мышление и психология. Франшиза, действующая, московская, мы переводим сейчас на казахский язык. И думаю, с января месяца мы уже начнем набор первых групп с казахским языком обучения. Финансовые грамотности в бизнес-школе «Баскар» преподают предприниматели, которые уже имеют большой опыт в бизнесе. У меня более 20 лет корпоративного опыта. Я работала в нефтегазовой сфере, работала директором по маркетингу. У меня педагогическое образование, а также у меня MBA университета Губкина, управление нефтегазовым бизнесом. Бизнес-школа «Баскар» ждет вас и ваших детей по адресу. Город Уральск, проспект Абая, 103, торговый дом Гранд Плаза, бывшая аквариум. Дана Керимбаева, Айбола Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Выгодные покупки. Уютный дом с салоном «Штор Интерьер». Новое поступление квартирных тканей. Кроме того, дарит скидки только сейчас на определенный товар от 10 до 50%. Действует «Каспират» и «Каспирасрочка». Спешите воспользоваться шансом и нашими услугами. Дизайн окон и пошив штор. Бесплатный замер и выезд дизайнера на дом. Также салон «Штор Интерьер» приглашает к сотрудничеству дизайнеров штор и интерьеров на выгодных условиях. Наш адрес. Угол Тифулина, угол Мухита. Телефон. 50 75 64 8 747 590 33 47. Одежда ведущим предоставлена магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом «Астана», поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18, дробь 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова